Так, это такая предыстория была. И вот читая, буквально таки вчера читая ваши замечания по поводу моих видосиков. Один подписчик как раз и сказал, что говорит, а у меня было, что вот страх вышел во сне. Это было, конечно, такое важное замечание во сне. Во сне происходит разблокировка. Вот это наше обыденное сознание, оно просто-напросто не мешает совершаться тому, что у нас имеется в более глубинных уровнях. Девчонка побежала, вы видели? Нет, вы видели? Она побежала туда, в дебри. Отчаянная. А с вами? Сфотографируемся? Все? Я ваш. Старайтесь не так интенсивно бегать. Почему? Ну, чтоб не задыхаться. Вас как зовут? Ольга. Так вот, чтобы преодолеть этот страх, страх темноты, страх вот неизведанного, получилось так, что я работал водолазом-спасателем. И там приходилось искать утопленников. Обычно в нашей реке, на глубине примерно метра два, уже ничего не видно. Это не море, где там все прозрачно, мы там видим. А это речная вода, которая не такая чистая, как морская. И на этой глубине уже там ничего не видать. Так вот, вы одетые или не одетые, просто с аквалангом, страховочный трос у вас, маска на лице, загубник во рту, пояс утяжеляющий на вашей талии, если она есть. Вы входите в воду и начинаете на ощупь прочесывать примерно место утопления. Вы плывете возле дна, расставив руки, работаете только ластами и ручками так шурудите. Вот, расстояние такое от дна, вы можете лицом столкнуться с утопленником, рукой, либо там на какую-нибудь корягу наскочить или еще. Я видел много отважных людей, вот здесь вот, в этой, так сказать, не водолазной жизни, которые панически боялись спускаться за покойником. Вот я же, я же преодолевал этот страх, лес и находил. Да, и ни одного. То есть я в этом деле имею опыт. Естественно, я никого там не разглядывал, нащупал. Часто там бывало так, что ты что-то только раз, рука нащупала такое, склизкое какое-то такое, похоже на тело. А это бревно или что-нибудь другое. А зато когда ты вот нащупал тело, только раз, вот как-то безошибочно, что это тело, оп, значит, за что там ты его хватал, за руку, за ногу там. То есть никаких обнимок там под водой не было. Дергал веревку страховочную, и тебя уже тащили наверх. Вот, то есть как бы это делалось для того, чтобы вот этот какой-то страх внутри себя преодолеть. Ну, как можно сказать, это разные вещи. То, что сидит внутри тебя страшило, и то, что снаружи что-то там такое. Вроде бы похоже, но на самом деле общего мало. Вот. И я как раз вот это вот, когда в Уфе, в Уфу вернее летел, в самолете я так поработал над тем, что вот где-то, где-то имеется блокировка, где-то имеется блокировка, и я ее начал мысленно, значит, растворять, разрушать. И это не понравилось, не понравилось той сущности или информации, или как угодно ее назовем. Беса сидящего. Здесь важно иметь в виду, что мир тонких существ, он так же, как и мир вот физических существ, крайне разнообразен. И не надо там думать, что это только вот такой вот, какое-то крайне агрессивное. А есть такие хитренькие, которые, так сказать, с тобой сторонятся и живут. Что им будет здесь? Их там все удовлетворяет до определенного момента. Вот это тоже важно понимать. То есть удовлетворяет, опять-таки, это мой жизненный опыт. До определенного момента, когда это им крайне не нравится, и они захватывают значит управление и выдают такое, такое выдают, что ты буквально таки сам себе удивляйся. Ты это или, или. А именно привожу случай. Я там в свое время с семьей гуляли, я купил игру. Ну, такую, знаете, раньше были в 90-е годы игры такие. Покупаешь, и ребенок там играет в тетрикс или еще что-то, или еще что-то. Вот я купил игру, а потом такая, вижу, а есть еще более лучшая игра. И я буквально таки на следующий день прихожу, тот же продавец, все, все, все там чеки-меки там. Говорю, ну таки так вот, обменяйте мне, обменяйте мне эту игру, я там доплачу, вот. Вот, все, все, а он, нет, ни в какую все, нет, ни в какую. Я и так, я и сяк, как бы сказать. И вот, неожиданно, срывается катушек, и я на него как гаркну. Так, сяк и вяк. То есть, энергетика тут тоже такая энергетика мощнейшая. То есть, это какой-то вот этот срыв, а это не срыв, это через меня. Такая мощнейшая, я этот игру ему швыряю в этот киоск. Как раз семья присутствовала, при этом они буквально их придавило. То есть, настолько это было мощное действие, что значит они притихли, все притихли. Ну, вот такое вот было, 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 было. Ну, еще некоторые случаи. Вот, я с вами делюсь, делюсь. Так, чтоб вы понимали, что, что, как. Так, и, 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 значит, вот Уфа. Теперь опять вернемся к Уфе. Вот этот, неожиданно, вот такие вот вещи произошли. В Уфе я лег спать, не с того ничего зажегся свет, когда я уже буквально таки погрузился в сон. Свет зажегся, телевизор с такой надписью. Удивительно. Такой первый раз, чтоб я вселился в номер, и в номере зажигался свет. Вот, за мои 65 лет такое прошло впервые. И после этого как раз сон. Крик, крик, крик приближается вот это вот. Я проснулся в тревоге, что кто-то тут, что-то тут, как бы сказать, рыкает, ждет. Как бы тут заселиться назад. Но, 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 во мне в сознании уже произошли значительные изменения. Значительные изменения. И надо, надо, если уж так вселиться, надо какое-то создать, создать или нагнести, нагнетание, нагнетание. Значит, такой обстановки страшной, чтоб, чтоб произошел какой-то срыв, открывший или сделавший меня беззащитным. И в этот момент, этим моментом воспользоваться для подселения. Вот, но, я, признаться, вот после этого не мог полноценно расслабиться и заснуть. В первый день или ночь пребывания в Уфе вот не смог. Потому что часто это происходит и во сне даже может произойти. Видите, какого-то там страшного сон там снится. Вот такие строки сразу всплывают в уме. Акелев рыкающий ходит вокруг, ищет свою добычу, подстерегает. Как бы жертву заполучить назад. Так, все это у нас долго продолжается. Но подробности необходимы, знаете, это вам тут не рецепт. Дабы, дабы. Человек с подобными проблемами мог в себе разобраться. Так, дальше идет. И вот наконец-таки во сне, значит, говорит, избавился там от страха. И вот сегодня ночью, вот я прочитал, мне снится сон. Мне снится сон, что стоит, ну так сказать, отряд монахов. И я в том числе. И мы куда-то старшего посылаем. Старшего посылаем туда, в опасное место. В опасное место. И он пошел. Поднялся какой-то, какой-то вихрь. И другой монах, сходивший на полпути и глянувший, что там происходит. О, того монаха, мол, какая-то сила, сила обездвижила. Обездвиженный он стоит. Стоит обездвиженный, мол. Какая-то, какая-то сила его захватила. И я туда так, ну-ка, хотя так чувствую, что тут, что тут не место для особого, так сказать, подвига и проявления своих собственных каких-то там качеств. Но, тем не менее, тут раз, а там вихрь. И вот что интересно, я так очень-очень вижу какой-то расплывчатый силуэт женщины. Ну, это очень-то даже больше догадки. Но зато я вот вижу ее тапки. Какие-то такие тапки древние, как вот раньше, в средневековье там были чоботы какие-то. И вихрь там такой, вихрь. Ага, и мы, значит, с этим вихрем, то бишь, с этой силой какой-то, сцепляемся. Сцепились бороться. А я чувствую, она намного меня сильнее. Но, тем не менее, я сильно руки. Почему я сейчас руки так качаю? Я, значит, ее руками. А она только раз руки мои разводит. То есть я этот вихрь хочу обхватить руками и, как бы сказать, прижать и успокоить. Вот. А она, значит, руку только раз мою разжимает, отбрасывает. И вот она, этот вихрь отбросил мою руку правую назад. А я чувствую, а какая-то другая сила. Вот, вроде как, посторонняя. А на эту руку назад. Только туда раз. То есть вот, что кто-то мне передает эти силы. Ага, тут я воодушевился. С удвоенной энергией, значит. Вот этот вихрь обхватываю, он рвется. А я обхватываю, обхватываю, обхватываю так. Усмиряю, усмиряю. Ну вот. И усмирил во сне. Внедрение. Потому что вот внедрение. Кстати, внедрение, знаете, как происходило? Вот я помню. Я вот это вот ночью испугался, заорал. Внедрение шло через макушку. Внутрь. Еще раз так повторяю. Через макушку углы птела. И вот, и вот примерно я мысленно стал его теснять где-то из глубины вообще-то там до этого. Как бы сказать, через макушку туда. И вот, вот, вот все это слово. Такой сон, который показал, что не все так просто, однозначно, с позиции там физиологии материального мира. За всем этим стоит колоссальный, тонкоматериальный мир. Со всеми прибамбахами, со всеми, со всеми такими нюансами, особенностями, что диву дается. И то, что ты там читаешь у святых отцов, и думаешь, ну тут-то не что-то там это. На поверку оказывается суровой реальностью. Ну вот, вот я с вами поделился еще одним наблюдением насчет Витилиго. Хочу сказать, и я приведу статью, я ее читать не буду, приведу, она будет листаться там на видео, что естественно, естественно, вот даже эта Витилия, она бывает разная. Каждый человек где-то ее по-своему, наверное, наживает. И смотрите, вот есть по суставам, как у меня, идет пятна. А есть вне зависимости от суставов, просто так бряхнуло там на теле, где и суставов нет. Но в основном, насколько я видел, это идет по суставам. Суставы рук, пальцев. И далее. Просто, вот вначале, это было просто белое пятно, которое от обычной кожи ничем не уделялось. И сейчас это вроде бы как белое пятно, но я уже давно заметил такую особенность. Я моюсь, и там получается, что кожа, вот особенно в бане, она как-то, знаете, отстает совершенно иначе, нежели здоровая кожа. То есть там какое-то не то шелушение, не то... Вот на вид это, будем говорить, опять-таки, нормальная кожа, но она вот в то же время какая-то не совсем нормальная. А говорить о том, что там не хватает этого пигмента, этого мало. Там что-то происходит еще. Где? Там. 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 Там происходит что-то еще одно другое. И вот возможно, возможно, что есть разные способы, которые в этой статье описаны, которые я собрал. И если не столько там от испуга, от какого-то потрясения, то эти способы могут подойти там. втирание в пораженные, в кожу пораженные этими пятнами белыми, настойки стручкового перца жгучего, ну и ряд там других таких вещей. Что это помогает в некоторых случаях. Я как-то слегка попробовал, но у меня не хватило терпения как-то. Потому что я видел, что происходит после выливания испуга, все уходит. И вот это вот, в данном случае, в моем, непонимание того, что эта причина где-то в сознании, в каких-то там изуродованных телах сознания, и что это надо выправить. И все тогда само выправляется, и просто-напросто тупо тереть кожу как-то, это мне вот не понравилось такой подход. Я всегда стараюсь, начало осознать проблему, прочувствовать ее умом. А потом уже, когда я ее понимаю, механизм действия, я тогда начинаю активно действовать, активно, планомерно. Пока этого нету, я ничего не предпринимаю. И вот тут как раз вот эти вот мои действия с сознанием, с телами тонкими, вот начинают такие интересные, приносить результаты. И вот тут-то я буду действовать более, более, более регулярно и смело. Вот этот фактор смелости ни в коем случае нельзя упускать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok